Берут ответственность на свои сильные плечи. Депутаты Барнаульской городской думы с должным пониманием отнеслись к решению коллег из краевого ЗАГС собрания. А именно главу города выбирать на конкурсной основе. Сегодня на заседании приняли сроки и порядок процедуры. Сначала кандидаты подадут документы и пройдут собеседование со специальной комиссией. Каждый кандидат представит свое видение развития города Барнаула. Как он видит деятельность как главы, так и администрации, как видит взаимодействие с краевой властью, с депутатами Барнаульской городской думы. Будут заданы соответствующие вопросы. Далее конкурсная комиссия будет принимать решение. На заседании городской думы комиссия представит не менее двух кандидатов. И глава Барнаула определится уже тайным голосованием. Такое решение еще на сессии КЗС не прошло без жарких прений. Избираем президента, избираем губернатора, избираем глав поселений, а посередине дыра. Справедливороссы в гордуме поддержали своих однопартийцев из КЗС. Они намерены в будущем вернуть демократическую процедуру. КЗС в большинстве отказали в праве нашему депутатскому корпусу самостоятельно решать вопрос, что нам ближе, конкурс или всенародные выборы. Но мы, безусловно, продолжим принимать меры для решения этого вопроса, так скажем, в перспективе. В том числе и проработаем вопросы об инициировании опроса горожан. Интересно будет посмотреть, например, в частности по справедливой России, учитывая вашу позицию, что вы не согласны с той процедурой, которая в городе существует. Вы будете выдвигать своего кандидата, например, или нет? То есть насколько вы последовательны? Если вы против, но в моей логике, значит тогда от вас никого не будет. Посмотрим, поживем, увидим. Увидим уже в следующем году. Сам конкурс проведут 6 февраля. Андрей Дриера, Николай Шелко, День с толком.